Никита Михалков перенес операцию в больницу. Народный артист Российской Федерации, режиссер, сценарист, обладатель премии «Оскар» Никита Михалков был госпитализирован и перенес операцию. По сообщению его близкого друга, сценариста Александра Адапашьяна, у режиссера была серьезная травма. Известный российский режиссер, обладатель премии «Оскар» Никита Михалков был госпитализирован. Он сейчас болеет. Была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства, приводит слова сценариста 360. Пресс-служба Михалкова подтвердила информацию и заявила, что операция была плановой. Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой, цитирует представителей артиста «Риа Новости». В настоящий момент он восстанавливается после операции, активно занимается своей Академией кинематографического и театрального искусства, в актерскую мастерскую, у которой на прошлой неделе завершился прием слушателей. Дочь Михалкова Надежда заявила, что здоровье отца ничего не угрожает. Он не болеет, все в порядке, но обноваться не стоит, заявила Надежда телеканала «Звезда». Добавив, что в этой ситуации также стоит верить и помощнику режиссера. Ранее личный помощник Никита Сергеевича сообщил, что Михалков просто покинул Москву после дня выборов. Недавно Михалков был в Челябинске, где посетил турнил про профессиональному боксу. Очевидцы отметили, что режиссер передвигался на костылях. В свои 72 года Михалков продолжает активно работать, что иногда приводит к травмам. В марте этого года появилась информация о том, что Никита Сергеевич был госпитализирован после того, как упал и ударился головой в ходе рабочей повестки. Ему пришлось обратиться за помощью к врачам, однако специалисты не обнаружили у Михалкова серьезных травм. Отношение Надежды Михалковой со своим звездным отцом до сих пор оставляет желать лучшего. Раскол в семье произошел еще в 2011 году, когда Надежда вышла замуж за режиссера Реза Гигеншвили. Михалков тогда открыто выразил неприязнь к выбору своей дочери, после чего их отношения заметно испортились. В 2017 году Михалкова развелась с супругом, однако окончательно наладить диалог с отцом ей пока не удалось. Мало того, Никита Сергеевич ни разу не был замечен на съемках дебюрного фильма Надежды Михалковой «Проигранные место». Как рассказала сама Надежда, она не приглашала своего отца на съемки. Михалкова также рассказала о том, что режиссерский опыт ее многому научил. Теперь, по словам Надежды, она будет стараться никогда не расстраивать режиссера, у которой снимается. Она будет пытаться играть хорошо, четко и талантливо, и получать удовольствие от работы в любых условиях. Проигранные места – молодежный хоррор, рассказывающий городской новинке о проигранном месте в неком кинотеатре. Каждый, кто купит на это место билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту страшилку всерьез, пока серия страшных убийств не заставляет главных героев вспомнить о легенде. Одной из главных ролей в фильме «Надежда Михалкова» сыграла ее старшая сестра Анну. Сценарий написали хорошо известные братья Олег и Владимир Пресняковы, ставшие знаменитыми и воспребованными после картины Кирилла Серебнякова, изображая жертву 2006 года, в котором также сыграла Анна Михалкова. Последний полнометражный художественный фильм 72-летнего Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышел в 2014 году. Сейчас в планах у режиссера два проекта – «Шоколадный револьер» и «Грибоеда». В данный момент Михалков плотно работает на первых из них. Сценарий к «Шоколадному револьверу» написали также братья Пресняковы. Фильм представляет собой дромантическую историю о том, как дочь видного российского режиссера по вине своего отца стала жертвой директору Каннах. Что касается «Грибоеда», то это более характерный для режиссера проект. Сценарий к будущей картине написал сам Михалков. Соавторство с уже упомянутым Александром Адапашьяном. Как следует из названия, фильм расскажет о жизни великого русского писателя и дипломата. Однако Михалков столкнулся с определенными трудностями. Год назад он рассказал в интервью в газете «Точка.ру» о том, что съемочная группа готова к съемкам. Но автор хочет снять «Натуру Станбула» или «Тагерана». По словам режиссера, учитывая последние события, он не хотел бы подвергать опасности съемочную группу. Никита Михалков – народный артист РСФСР. Популярный российский режиссер, лауреат множества престижных премий кинематографа. Известный зрителям по фильмам «Утопленные солнцем», «Раба любви», «Бокзал для двоих пять вечеров». Помимо творчества, режиссер занимает активные общественные позиции. Он является президентом Российского фонда культуры, членом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Родился Никита Сергеевич Михалков 21 октября 1945 года. В семье писателя Сергея Михалкова, автора знаменитого детского рассказа «Дядя Степа» и гимна СССР и России, и литератора Натальи Кончаловской. По национальности Никита Русский. В семье Михалковых есть еще старший сын Патри Кончаловский, который в настоящее время также является знаменитым кинорежиссером. В семилетние возрасти Никита стал учеником спецшколы с математическим углом, в которой после окончания курса начальной школы не смог продолжать обучение, так как не справлялся с усвоением материала по точным наукам. Когда стало понятно, что ребенок уже не мог решить ни одну задачу самостоятельно, его перевели в простую школу. С раннего детства Никита Михалков проявлял творческие способности, что и не удивило родственникам, ведь мальчик является потомком известнейшей творческой династии, уходящей корнями в 15 век. Никита посещал музыкальную школу и центральную студию. В молодости Михалков мечтал об актерской карьере, с всесторонней развивался в этом направлении. В 1963 году будущая легенда российского кинематографа поступил в Щукинское театральное училище, из которого на четвертом курсе был отчислен за съемки в кино, что на тот момент не поощрялось в учебном заведении. Это обстоятельство не сильно расстроило парня, и он ни на минуту не передумал продолжать учебу в театральных вузах. Сразу же после отчисления из Щуки, Никита поступил во ВГИК на второй курс, который уже к тому моменту окончил его брат Андрей. После выключения в ВГИКа в 1971 году, Никита Михалкова призвали на службу в Камчатском флоте на борту крейсера Михаил Кутузов. Даже в армейские годы творческий молодой человек не упускал возможность проявить талант. Поэтому участвовал в концертах художественной самодеятельности армии. Актерская карьера Михалкова началась еще в 14-летнем возрасте. Дебютом стала эпизодическая роль в фильме «Солнце светит всем», за которой последовали еще несколько работ в кино. Никита сыграл в картинках «Приключения Кроша» и «Дочина» Буирска. Первая серьезная роль молодого талантливого актера состоялась в фильме «Я шагаю по Москве», которая принесла ему популярность у зрителей. Заниматься режиссурой Никита Сергеевич также начал молодости. В 1974 году на экране вышел первый фильм Михалкова «Свой среди чужих», «Чужой среди слоев». После этого у начинающего режиссера начался плодотворный период, левшийся 10 лет. Тогда практически каждый год он снимал картины, которые не прекрасно подоставили с престижных кинографических премий. Также Никита Михалков продолжал сниматься в кино и полюбился обществу за роли в кинолентах. «Вокзал для двоих», «Сибириады», «Жестокий романс» последний стал знаковым фильмом для актера и для знаменитой телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. В 1984 году за вклад советский кинематограф, актер и режиссеру Никите Михалкова присвоили звание «Народный артист СФСР». «Народный артист СФСР» «Народный артист СФСР»